Субтитры делал DimaTorzok Поздравляю вас! Есть какие-то уже планы на будущее? Думаю, чем будете заниматься? Да, я ушел из общества в эту колонию в одном государстве, а возвращаюсь в какую-то степень даже в другом. Изменилось очень много и в стране, и в мире. Поэтому я думаю, что есть очень серьезные планы, связанные с моей научной работой. Это, конечно же, я планирую готовить очень серьезную публикацию по истории формирования Российской империи, чего, в общем-то, не было именно процесса формирования. Обязательно будет подготовлена такая статья, связанная с формированием политических структур Запада, Востока и России, в чем схожие, в чем различие. И очень важная, это основа будущего государства России, она будет другой уже через год-два. Это именно связанная с так называемой северной русской цивилизацией. Вот это должно стать, ну, будем так говорить, идеологическим базисом нашего страны. И вот в это направление я тоже хотел бы работать. А кто вас поддерживал все это время, пока вы здесь находились? Ну, меня все время поддерживала моя семья, мы постоянно были на связи, приезжали. Это для меня было очень важно. Меня поддерживали друзья, которые сегодня меня встречали, и те, которые сегодня и не приехали. Поддержка родных, близких, она главную роль играла. Я, в принципе, даже находясь здесь, в этой зоне, я был человеком вольным. Меня можно лишить воли физически, но нельзя лишить воли духовно. Поэтому я выжил просто с спокойной совестью теперь сюда, на эту волю. А есть несколько лет, чем занимались там? Я, ну, как называется это, такой дневальный промки. Я работал в заводе управления, организация работы производственной зоны со стороны зэков в этой вот колонии 33-й. Это достаточно серьезная работа, и приходилось ей заниматься. Отношения как в России были? Внутри отношения были достаточно хорошие. Я не сказать, что я испытывал какое-то давление со стороны и сотрудников. Я со всеми успел наладить добрые отношения, такие хорошие. Ну, там исключения, конечно, есть в любом коллективе. Но сотрудники среди зэков тоже, ну, приходилось утверждаться. Это коллективы особенные. Если подробно, там потом как-нибудь расскажу, если это интересно. Я думаю, это очень интересно. А в целом отношения были нормальные. Ну, за исключением, иногда появлялся такой крылатый лебедь, который здесь доставлял определенные неудобства. А так, остальные, то есть внутри, к работникам системы ФСИНа, у меня никаких претензий, замечаний нет. Все было ровно. Если вернуться к тому делу уголовному, вы же не признали свою лебеду? Вы знаете, я о своем уголовном деле сейчас бы ничего не хотел бы говорить, потому что это уголовное дело только начинается с моим выходом на воду. Вы как-то будете своей невиновной доказывать? Давайте к этому вопросу мы вернемся через 3-4 месяца. Я обязательно вам все подробно расскажу. Долго не еду? Нет, нет, нет. Почему? Я с вами еду, а Денису не еду. Да, да, да.